РАДИО ПРОФОРМУЛА Если ваша стихия – скорость Побеседуем Приветствую всех, кто нас слышит, особенно тех, кто нас видит Это очень важно, поскольку сегодня мы будем не только говорить, но больше, скорее всего, показывать И сопровождать показанное текстом Говорить будет больше, я так думаю, наш сегодняшний гость – это Артем Карпович Атаян Учитывая, что как-то в национальном автоспорте у нас какое-то такое некое затишье Какое-то такое послевкусие после межсезонья Только в ближайшие выходные стартует чемпионат Украины по ралли Кольцо стартует вообще там летом Кросс стартует только на майске В общем, мы как-то заполняем эту национальную паузу Национальным специалистом в Формуле-1 Артем Карпович, я вас приветствую Приветствую вас, приветствую всех, кто нас слушает Ну и, как и обещали в наш прошлый эфир с вами Сегодня есть предложение немножко обсудить Что же творится в Формуле-1 с точки зрения техники Положение дел Да, у нас уже прошло три этапа Четыре этапа уже прошло Ну, если помните В предыдущую нашу встречу мы Говорили о том, что Вот был такой аспект, который мы обсуждали Это аспект Что все-таки главное Вот в том, чтобы побеждать в Формуле-1 Это фактор гонщика Это фактор автомобиля в целом Это какие-то отдельные элементы Аэродинамика, силовая установка Или это работа всего того комплекса Который у нас условно именуется командой И если помните, мы остановились как раз Вот на том тезисе Что каждый из этих компонентов Должен иметь четко выверенную долю В общем интеграционном таком результате И только тогда можно будет говорить о том, что победа В общем состоялась Ну вот если посмотреть сейчас на ту часть сезона Которая уже прошла То, что условно называется Дни европейской стартовой серии То обращает на себя внимание Несколько факторов Ну, во-первых Тут надо понимать специфику Этого первой части чемпионата Это специфика логистическая То есть смысл происходящего На этих первых четырех тракса Состоит в том, что Команды готовятся к этим четырем гонкам Одномоментно Перед входом в сезон И транспортная логистика То есть доставка всего того Что необходимо доставлять На каждую из этих трасс Является собственно определяющим фактором В качестве просто великолепного примера Можно сказать О той проблеме, которая была С силовой установкой в Рено И они не смогли даже в условиях трассы На которой обнаружилась неисправность Не смогли ничего даже предпринять По разборке двигателя Потому что график по доставке На корабль и на самолет был такой жесткий Что даже сразу после окончания гонки Они должны были автомобиль погрузить на платформу И только в Бахрейне Они смогли Вызвав специалистов с завода Они смогли только посмотреть Что произошло с силовой установкой И диагностировать Что то же самое произойдет и здесь Констатировать, что Все финишируют дострой Что собственно и случилось Да То есть вот реальная ситуация В которой приходится работать И поэтому Для того, чтобы понимать Что происходит Вот в этой части Надо четко и ясно понимать Что все находятся В далеко не идеальных условиях И вынуждены Как-то заранее предвидеть Что может произойти А чего произойти не может И если происходит то Что не должно было происходить Это накладывает отпечаток На конечный результат Вот этой первой части Входной части в чемпионат Ну и если сейчас посмотреть На зачет чемпионата То становится совершенно очевидным Что на первых местах Располагаются автомобили И гонщики команд Которые изготавливают Шасси и двигатель Самостоятельно Почему так? Потому что вот С этой точки зрения С учетом сложности Технического регламента Который сейчас в формуле 1 Важно представлять себе Что все команды разделены Как бы на три группы Одна группа Это группа команд Которая производит Самостоятельно Шасси и двигатель Вторая группа Это которая имеет Эксклюзивные контракты На поставку двигателя Кем-то со стороны И третья группа Это те Кто является Ну скажем так Просто покупателями двигателя Силовой установки И вот опять же Если мы посмотрим На наш зачет чемпионата Сегодня То увидим Четко Что на первых местах Расположены те Кто Самостоятельно Производит Шасси и двигатель Почему? Ключевая проблема Которая сегодня Существует Это то что называется Техническая интеграция Потому что В случае Если мы покупаем Двигатель на стороне То мы покупаем Как бы упакованную конфету И наша задача Подстроить Все остальное Под те параметры Силовой установки Которые нам дадены А вот в случае Тех команд Которые производят И шасси И силовую установку Происходит процесс Взаимной интеграции То есть они могут Внести изменения Как в двигатель Так и в шасси И это позволяет им Более полноценно Более эффективно Использовать Возможности Как одного Так и другого Компонента И в результате Мы видим Что вот такая интеграция Она приносит Более ощутимые результаты Не случайно На первом месте У нас находится Команда Mercedes-Benz На втором месте У нас находится Феррари Опять же Обращает на себя Внимание то что Помните В предыдущую Нашу встречу Мы говорили о том Что Сначала Казалось что Феррари Это вроде бы всплеск Который построен На какой-то ошибке Команды Mercedes Нет мы видим На какой-то Чуйке Стратегической Да То мы видим Что на самом деле Сейчас По многим компонентам Они находятся Достаточно На сопоставимых уровнях Причем Что интересно Не так давно Выяснилось Каким образом Удалось Если сейчас Посмотрите Что в последующих В последних гонках Кеми Райкин Попал снова На пьедестал Чего уже давно не было И последние слухи Которые ходили В падоке Что он вообще Собирался уходить Но тем не менее Вот сейчас Он снова на подиуме С чем связано Вот не далее Как сегодня Рукавритель команды Раскрыл секрет Что он в декабре Заступил на пост Рукавритель команды И Переговорив С Кеми Выяснил Что в общем-то Автомобиль Далек от его представления О том Каким должен быть Автомобиль Достаточно В общем Всем известно Что Кеми Любит автомобили Которые чуть подгружены В передней части То есть они Более легко Слушаются Рулевого управления Тонкой коррекции Которую может Дать Кеми На руль Он Любит автомобили У которых Так называемая Избыточная Поворачиваемость То есть Четко Автомобиль Слушается Руля Может быть даже Чуть-чуть Там С Излишней Чувствительностью И в декабре Вот Обращаю ваше внимание На даты В декабре 14-го года Руководитель команды Собирает Конструкторский штаб И говорит Ну что ребята Как вот Нам построить Автомобиль Который будет Чуть-чуть Нагружен Больше На переднюю часть Ну все говорят Ну не вопрос Это все конечно Можно сделать Только 6 месяцев Нам для этого Он говорит Ну ребята Это все Замечательно Конечно Но 6 месяцев У нас нет Придется сделать За 3 Конструкторский штаб Сказал Ну придется Работать В 2 смены Результат Вот мы видим Результат Кимина на подиуме О чем это говорит Это говорит о том Что Даже несмотря на то Что Конструкторский штаб Четко То есть Надо представлять себе Что Автомобиль Формулы 1 Представляет С собой Гоночный автомобиль Только в момент Конкретного соревнования То есть Интересно На каждой Гонки Это другой Автомобиль Хотя Он выглядит Точно так же Как он Выглядел В предыдущих Гонках Но с точки Зрения Инженерной С точки Зрения Конструкторской С точки Зрения Параметров Которые Он должен Обеспечить Это разные Автомобили Они одинаково Вылетят Они одинаково Покрашены Но с точки Зрения Технической Это разные Автомобили И как следствие Автомобиль Изначально Проектируется Ну вот По известным Автомобильным Технологиям Которые Именуются База И опция Только в случае Если серийный Автомобиль Базовым Является Более Менее Полноценный Автомобиль То В случае Формулы 1 Базой Является По сути Только Основные Геометрические Параметры Автомобиля То есть База И колея И то В определенных Параметрах Их можно Менять Но Самая Основная Функция Которая Заложена В автомобиль Изначально Это так называемый Центромасс То есть Предельно Скомпонованы Вокруг Гонщика Все основные Элементы Автомобиля С учетом Того Что Сегодня Топливный Бак Это Достаточно Серьезная Емкость Которую С собой Везут От начала До конца Силовой Агрегат Тоже Достаточно Серьезная Масса Плюс Система Охлаждения Система Охлаждения Сегодня В общем-то Достаточно Серьезная Вещь Которая Вокруг Автомобиля Наворочена Во всех Возможных Только Местах Везде Существуют Какие-то Элементы Охлаждения Потому что Надо охлаждать Отдельно Каждый Компонент Двигателя Надо Охлаждать Как известно Охлаждающую Жидкость Двигателя Кроме того Надо охлаждать Масло Кроме того Надо охлаждать Коробку передач Плюс Надо охлаждать Всю электронику Которая Достаточно Серьезно Нагревается То есть Сегодня За пределами Шасси Это то Что уже Вынесено В колеса Но тем не менее Сегодня Вопросы Эффективности Системы Охлаждения Как ни странно Они тоже Вышли В аэродинамику Буквально На уровень Задач Первого уровня И поэтому Возвращаясь На исходную Очень важно Каким образом В команде Обеспечивается Полноценная Интеграция Вот этих Всех систем И тем Кому удается Интегрироваться Вот по первой части Сезона Мы видим Что эти команды Они лидируют Причем С достаточно Серьезным отрывом Ну и Что еще Хочется отметить Хочется отметить Что Те команды У которых Недостаточно Средств Мы не будем Все перечислять Это список Намного больше Чем те У кого есть Средства Но Если Будем вспоминать Такую команду Заубар Которая К сожалению Очень плохо Закончила Предыдущий сезон То в 8 сезоне Они пошли По очень Интересному пути Они знали Что пока Начнется Притирка Технологический Подбор И так далее Они четко В первых очках Взяли максимум очков В первых Этапах Да Смогли взять максимум очков Чтобы можно было Успокоиться В конце Потому что Они прекрасно понимают Что с точки зрения Темпа развития Они не смогут Профинансировать Тот объем Как остальные Конкуренты И поэтому Естественно Будут по ходу сезона Выступать все хуже и хуже Поэтому Как говорят Картежники Они взяли свои взятки Сразу на входе в сезон Теперь они понимают Что уже Берн Эклистон Не обойдет Их уже при распределении Призового фонда По итогам чемпионата Теперь они могут Расслабиться И уже до середины сезона Могут не вносить Какие-то серьезные Модернизации А прежде чем Мы сейчас Во второй части Перейдем уже К каким-то Конкретным Техническим новинкам Вот эта Проблема У Грегата В Рено Уже известно Точно С чем она была связана В чем проблема Проблема в том Что На самом деле Мерседес Бенд Задал такой уровень Подготовки Что практически Этому уровню Не может соответствовать Никто Обращаю ваше внимание Что кроме Рено Существует еще Хонда При этом У Хонда Еще ситуация Более худшая Чем у Рено У Рено Все проблемы Сконцентрированы Только в одном Это Не Не надлежащая Надежность В чем проблема Проблема в том Что Мало Мало Подготовить Агрегат Который Будет выдавать Достаточно серьезные Показатели С точки зрения Мощности И крутящего момента Очень важно Обеспечить надежность Этого агрегата А по двигателю Рено На предыдущих Гонках Возникла очень интересная ситуация Когда Неисправность одного двигателя Они предвидели И знали Из-за чего это произойдет А по поводу неисправности Во втором двигателе Они просто сказали Что мы Даже себе не представляли Вообще Что такая поломка может быть Но она состоялась Это механическая То есть речь идет о том Что они не смогли В заводских условиях Надлежащим образом Протестировать всю систему И обеспечить Надлежащий уровень готовности Вот это и есть Главная причина Поэтому Я думаю Что за вот этот Переход От первой входной серии За пределами Европы И вход В европейскую серию Я думаю За это время Они подтянутся И смогут показать Уже более-менее достойный результат Замечательно Ну После коротенькой паузы Переходим уже К каким-то конкретным Новинкам Которые вы успели Подсмотреть Радио про формула